В последние годы онкогематологическое отделение Воронежской областной детской клинической больницы номер один, расположенное на улице Ломоносова, 114, окружено особой заботой благотворительных организаций, чтобы создать для тяжелобольных детей многие месяцы проходящих лечения в стационарных условиях атмосферу красоты и уюта. — Создает настроение у вас эти работы и расписанные стены, вам как-то это помогает? — Ну, конечно. На этаже, во-первых, появились картины, нам стало теплее от них. Все-таки ребенок может посмотреть, отвлекается от лечения, ну и настроение поднимает. — Вы уже ходили с ребенком по коридорам? — Да, мне один раз. — Какая реакция? — Ну, она рассматривает, потому что ей сейчас все интересно. У нас ребенок сейчас как раз все любит рассматривать. — За таком возрасте. — А давно вы здесь лежите? — Мы лежим давно, с ноября приблизительно. Коридоры и веранды онкогематологического отделения стали похожи на одну сплошную выставку, на которой представлены работы самых разнообразных жанров. Их передали в дар пациентам и сотрудникам участники Международного студенческого пленера на родине Ивана Николаевича Крамского. От художественных училищ Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Воронежа, Симферополя и других городов. Много усилий для оказания помощи тяжелобольным детям прилагает супруга губернатора Воронежской области Татьяна Александровна Гордеева. Она не только помогает воронежской культуре в своей самореализации, но и считает своим долгом приобщить людей искусства к благотворительности. Роспись стен выполнили студенты Воронежского художественного училища во время производственной практики по специальности дизайн. Некоторые композиции сделаны по подсказке врачей со специальными символами, легко узнаваемыми, чтобы включить детей в интерактивную игру. У нас веранда вокруг отделения, которая несколько лет назад была задумана как зимняя веранда. И сейчас идет роспись этой веранды студентами художественного училища Воронежа. И мы планируем, что яркая роспись этой веранды будет создавать детям прекрасное позитивное настроение, даст возможность им проводить время свободное от терапии на этой веранде, проводить какие-то игры, интерактивные занятия. Безусловно, это будет способствовать их лечению и выздоровлению. Редактор субтитров А.Семкин